Я вас приветствую! Я вся в работе. Любуйтесь орхидеечкой Брюгес. Ой, скоро она как раз цветет, будет такая огромная ветка. А я делаю блюдо для здорового питания. А то после того, как я показала то, что я купила вчера, пришел комментарий, а как то, что вы купили, повлияет на вашу печень? Хорошо повлияет, полезно повлияет. Ой, какая у людей наивность! Вы что, не понимаете, что если вам пишут, что мясо это вредно, масло вредно, сыр вредно, что там еще вредно? Сало вредно, это все вредно, полезно. Овощи, картошечка, макарончики. А больше всего, знаете, что моя самая любимая? Я это много лет назад слышала, и в Украине. Я как-то лежала с бронхитом в больнице, и лежала женщина. Ну, наверное, она была такого возраста, мне было лет 45, а ей было в это время, ну, наверное, под 60 где-то. И она говорила, ой, я никогда не ела цветной капусты. А в Украине цветная капуста, она такая вкусная, она такая нежная, у нее такой вкус какой-то. Здесь не такая, здесь или сорт какой-то другой, здесь, я бы сказала, она грубее немножко, она больше как-то горчит. В общем, та мне больше нравилась. Она, я никогда не ела. Ой, а мне сказали, это такой овощ, это прямо вкуснее, чем мясо. Я никогда этого не понимала. И сейчас, сейчас я, кстати, встречаю такие там рецепты, знаете, вот рецепт от этого, от фараона, наверное, который мне дал турецкий повар какой-то там. Я вот вам сейчас расскажу такой рецепт. Ну, и там рассказывают какой-нибудь рецепт про картошку, или там в лучшем случае про цветную капусту, и говорят, ой, это так вкусно, это так, это лучше мясо. И не знаю, как это можно сравнить. Можно сравнить мясо и цветную капусту. Ну, каждая имеет свой собственный вкус. Ой, я так поражаюсь вообще этому. Я делаю капусту, смотрите, я ее порезала, тушеную с мясом. Сейчас я капусту залью кипятком. Я всегда капусту перед тем, как жарить, перед тем, как ее тушить, перед тем, как вообще что-нибудь с ней, кроме борща, кроме борща. Я ее всегда вот так вот заливаю кипятком. Для чего? Ну, во-первых, она становится такой, более нежной. Она становится такой, более, как бы это сказать, из нее уходит там, ее какие-то запахи, из нее уходит ее какая-то горечь, еще что-то. В общем, я всегда делаю так. Я придумала это сама, я нигде никогда такого не встречала. Это у меня масло рапсовое. Сейчас я налью сюда ложечку. Готовить я буду в мультиварке. Ложечку, ну, тут где-то в этой ложечке будет миллилитров 30. Достаточно. Достаточно, 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 достаточно. И сюда я вывалю, так сказать. Смотрите, у меня такая говядина, я купила такой большой кусок, называется рамстейк. Я хотела пожарить стейк. Потом я подумала, да, стейк не хочу, будет вот это жарить, гореть. У меня где-то есть видео, как надо жарить стейк. Ах, да, вот это, запахи будут такие на всю кухню, потом плиту там надо отмывать. Поэтому я решила, сделаю такое полезное овощное с мясом блюдо. Значит, я сюда порезала кусочками этот стейк. Порезала сюда чеснок. Насыпала всяких специй. Сейчас расскажу, какие я насыпала. Посолила. Чуть-чуть брызгнула растительным маслом. И вот оно у меня простояло. Ой, так я пока тут занималась делом, пока то, пока сёк. Там, наверное, уже больше часа простояла. В общем, мариновалась, одним словом. Мариновалась. Теперь я сейчас всё это... Где моя ложка? Куда я её делала? А, вот она. Я её вывалю, это всё сюда, и пусть оно тут обжаривается. Пошло, пошло. Пошло обжариваться. Ой, запах какой потрясающий пошёл сразу. Класс. Знаете, в такое блюдо можно же... Всякие специи сюда. Любые, которые дадут вам хороший такой вкус. Так вот, чем я... Чем я? Значит, у меня перец чёрный покрутила. Он даже не чёрный, тут три сорта разного. Потом я посыпала вот такой паприкой само мясо. Ну, это лавровый листик у меня, посолила. А ещё я посыпала вот такой вот у меня хмели-сунели из нашего магазина, который я называю русский, но он не русский, а как бы европейский. Хорошо пахнет. Называется бренд авокадо. Как-то я его купила очень давно, не помню уже когда. И как-то никуда не использовала. Харчо не варила. А где оно изготовлено? Да, там выготовлено. Да, я не вижу, кто это. Улица Чебова. Польша. Сделано в Польше. Прекрасно. Пахнет потрясающе, замечательно. Запах вожжённый какой. Ой-ой-ой, какой. Так, значит, капуста стоит себе там. Делается такая нежненькая, аккуратненькая. Лавровый листик бросаю туда в мясо, пускай жарится. Лавровый листик очень хорошо жарить в масле, когда он отдаёт свои вот эти вот там запахи, вкус, что там ещё. Пускай отдаёт. Помните, я покупала лук-порей? Как я уже говорила, когда-то поначалу, когда я только сюда приехала, там в Украине я никогда его не видела. Я вот это зелёное такая выбрасывала. Спрашиваются, чё я его выбрасывала. Выбрасывала. Ну, я думала, это не нужно. Знаете, я же там белую часть эту использую. Для... Ну, в основном для супа. А потом я подумала, а чё я этот лук в Эверхатской пальцу. Сейчас я его использую. И я его так замечательно и прекрасно теперь использую. Куда угодно. Вот точно так же. Только не как зелёный лук, а как обычный лук. И он, между прочим, растушивается. И становится таким, знаете, нежненьким-нежненьким. Он придаёт ещё немножко такой сладковатый вкус. Так что, если у вас есть лук-форей, ни в коем случае эту зелень не выбрасывайте. Ой, мы вообще столько много выбрасываем вот этого, знаете, пищевых отходов. От овощей, я бы сказала, и фруктов. Вот сейчас я уже начала, где-то мне попалось на Фейсбуке. Там я подписана на... Как это правильно выразиться? Ну, может быть, мэр города. Но здесь как-то его не мэр называют. А здесь это вообще называется канцел. Вот если даже директор колледжа, он тоже будет называться канцел. Так вот, я подписана на канцел. Ну, это я два зубчика чесночка сюда режу. И я у него... Там новости всякие. И я высмотрела, что они собираются собирать пищевые отходы. Ну, может быть, это для начала... Здесь не было такого. Может быть, они будут поначалу только в этих частных домах такое делать. Сейчас я мясо попереворачиваю. А потом, может быть, позже. Они будут уже в таких, как у нас, так сказать, апартаментах это делать. Ну, потому что, знаете, это же собирать пищевые отходы, если оно там стоит. А у нас же, ну, если вы знаете, у нас спускаешься на два этажа паркинга вниз. Если кто-то думает, что ко мне приходят какие-то запахи из паркинга, тут бензин вообще ничем не воняет. Потому что тут настоящий чистый бензин. Они тоже, знаете, набондерят где-нибудь вот там. На России. Так вот. Я думаю, это нужно что-то такое, чтобы было закрытое. И нужно, чтобы там не разводилось мухи и прочее. Надо, чтобы это вывозилось часто. Так, тут еще у меня морковочка. Мне надо дотереть ее. Это тоже я терпеть не могу делать. Тереть морковку. Вот это самое противное в любой готовке мне. Терпеть не могу тереть морковку. Так вот, если это частный какой-то дом, оно у тебя стоит на улице. Ну, я не знаю, там, может быть, власть может проконтролировать, как ты это делаешь. Вот не знаю пока, как это будет организовано. Кто его знает. А потом, знаете, это такое еще дело, что люди туда набросают. Я помню, как в советское время, ну, я уже говорила, мусор вывозили у нас два раза в день. И у нас стояли, я помню это в 60-е годы, позже потом не помню. У нас стояли такие выварки. Знаете, как вот в советское время были такие большие выварки. И вот эти выварки стояли. И в эти выварки нужно было вываливать вот эти пищевые отходы. Ну, я потом читала статью, а куда они шли? А эти шли, у нас был такой назывался свинооткормочный пункт. А там, где мы жили, где я жила, был Днепраджинск раньше, теперь Каменское. И там, вот мы жили на Черемушках, и там дальше был частный сектор. Потом там железнодорожная ветка шла. Там на Киев ехать или еще куда-то. А за ней там дальше, дальше, дальше в полях был построен такой назывался сминооткормочный пункт. Причем он был в южной части города, и как оттуда дул ветер, ой, какие запахи доносилось. А мы всегда говорили, ой, это колбаса пахнет, это мясо пахнет. Ну, и потом как-то написали, что люди бросают, что попало в эти емкости. Туда и стекло могут набросать, ну, люди мусор туда бросали. Могут и стекло набросать, могут набросать и металлические. В общем, они должны это как-то были обрабатывать, перерабатывать. Ну, в общем, не знаю. Это дело, я помню, прекратили. Это дело прекратили, так, это лавровый листик. Ой, а пахнет как классно. Такие блюда можно сыпать, специи, какие хочешь. Ну, в общем, прекратили, и мы это перестали собирать. А потом вообще, я уже не помню, как там ездили. По этому поводу, как там это все, собирали дальше мусор. Ну, не знаю, получится здесь или не получится. Ну, мне, например, жалко. Столько много отходов, вот этих вот овощных всяких, получается. То я бы сказала, хотелось бы, чтобы они куда-то использовали в конечном итоге. Потому что, ну, вот день-два, и у меня получается целый пакет вот этих вот отходов. Ну, здесь, знаете, я еще скажу, почему здесь. Это не очень. Потому что вот эти отходы, они больше идут для откармливания свиней. А здесь, здесь, здесь в Новой Зеландии свинина, это не есть мясо, знаете, такое, намбе-ван. Здесь намбе-ван это баранина. Намбе-ван это говядина. А потом идет курица. Например, всяких тут уток, кроликов. Здесь, да я не знаю, я за 20 лет, наверное, только один раз видела кроликов в магазине в продаже. А утки, утки видела, безумно дорогие. Там будет 20 долларов одна утка стоит. Индюков практически тоже нету. Раньше хоть как-то можно было еще ножки купить индюшачьи. Еще какое-то. А где было остальное мясо, не знаю. Но даже можно иногда купить фарш. Но это очень редко. А так вот целыми такими индюками. О, это перед Рождеством. Перед Рождеством появляется. Там, знаете, такой индюк 50 долларов. Здоровенный будет стоить. А свинина, это, так сказать, здесь уже туда идет. В категорию туда. Дальше, дальше, дальше. А еще здесь очень много свинины привозят из Китая. Знаете, читаешь? Бекон, бекон. А этот бекон сделан. Из чего же он сделан? А он сделан, как здесь пишут на упаковке, из местных и импортных ингредиентов. А какие они, эти импортные ингредиенты? Откуда их привезли? Стоит разнать. Вот. Поэтому. Поэтому. Пищевые отходы здесь не очень. Потому что здесь свиней столько не выращивают. А вот, а почему? Потому что здесь травы много. Здесь коровы пасутся на траве. Овечки пасутся на траве. Да еще коровам можно и сено давать. А вот овечки, я не знаю, едят ли они сено. Или они только травку щиплют. В Новой Зеландии на 5 миллионов людей 20 миллионов овец. А то и больше. То есть на каждого из нас приходится по 4-5 овец. Ага. Ну так, выращивается здесь мясо. Ой. Поэтому проблема с переработкой. Проблема с пакетами возникла. Раньше Китай закупал вот эту всю. Очень много. На переработку. Потом как-то несколько лет назад, года 3, наверное, или 4, что-то там. Не случилось, наверное, правительству с Китаем подписать это. И они перестали закупать. И нас сразу пакеты поубирали. Были же такие большие пакеты. Полиэтиленовые. В супермаркетах, во всех магазинах было. Ну а теперь вот такие пакетики. Хорошо тоже удобно. Бумажный. Можно его переработать. По крайней мере, наверное, легче переработать в такую, в какую-то полезную. Картон. Вот такую всю, вот это, это перерабатывается в картон. Оно, по-моему, не перерабатывается в такую, знаете, в хорошую белую бумагу. Так, это я капусту хочу вытащить отсюда. И, так сказать, на душлочок. Еще у меня, еще у меня здесь разводится, стоит кубик бульонный. У меня говяжьего кубика нету, поэтому я разложу овощной. Товарищи, вы не представляете себе, какие запахи. Запахи потрясающие. Так, надеюсь, тут не погорит, пока я с вами. Так, я, наверное, подвину кастрюльку немножко ближе сюда, к вытяжке. А то здесь уже начинает все это конденсироваться. Ой, так. Ну а я вся в работе. С утра, как вы видели, я занималась балконом. Привела его в божественный вид. Кто не видел, посмотрите. Мне нравится. День сегодня такой. Ну, как всегда, последнее время. То солнце немножко, то дождик, прямо солнце, дождик моросит. То вообще дождик сам по себе. В общем, полнейшее разнообразие. Слушайте, у меня получится целая кастрюля этой капусты. Наверное, придется завтра поехать к дочке повезти ей. Она это любит. А я желаю порезать целую головку. А знаете почему? Она мне уже давно, это головка капусты в холодильнике. И я решила, что надо ее уже использовать. Ой, такая тут сломать получается. Еще немножко осталось. Ну, а я уже, как сказала, я читала новости. Значит, хочу сказать, возьмите и посмотрите обязательно. Это так интересно. Я посмотрела беседу Федина с Виталием Портниковым. Ну, я думаю, вы знаете. Виталий Портников это журналист такой. Он и в России работал, он там, по-моему, и учился. Потом он в Киеве работал. Как интересно. Вообще, Портников это потрясающий человек. У него такое знание истории. У него такое изложение фактов. Он делает такие оригинальные выводы. И вот у них, конечно, ну, о чем шла речь. О последних событиях. Последних событиях, которые связаны с Пригожиным с его этим путешествием. Очень интересно. Я слушала, как это, знаете, в захвате. Не знаю, как сказать это по-русски. Ну, вот так вот. Человек рассказывает тебе и объясняет до такой степени. Насыплю сюда этого хмели-сунели еще. Потому что такой вкус получается классный от него и запад. Обязательно посмотрите. Особенно, особенно, кто смотрит меня из России. А я смотрю в последнее время, это я перец покрутила туда. Я смотрю в последнее время как-то меньше стало. Я не знаю, с чем это связано. Связано это меньше стало. Раньше было до 50% у меня из России. Теперь, я бы сказала, больше добавилось из Соединенных Штатов. Ну, Германия. Видно, куда наши поехали. Стало больше. Это чеснок. Чеснок такой, сушеный. Это я тут его хочу развести еще в воде. Больше. И меньше. А из России стало где-то у меня, я последний раз смотрела, было 39%. Я не знаю, с чем это связано. То ли перестало людям интересно быть, то ли, а может быть, это связано с какими-то запретами. Потому что, ну, в России можно всего ожидать и всяких запретов и всякого такого прочего. Вот. И поэтому я хочу тем, вот кто еще смотрит меня россиянам, пойдите и послушайте. Вот он, кстати, там о вас рассказывает. Он не про украинцев рассказывает, а он рассказывает про россиян, им очень интересно рассказывает о том, как они реагировали, как они отреагируют на все это. Ну, потому что это Пригожинское выступление, это же как бы не последние такие события, как бы там ни было. А на России все равно будет гражданская война, это понятно. Потому что Путин уходить не хочет. А куда же ему уходить? он не может никуда уйти. Он не может уйти на покой, потому что никто ему не гарантирует, что он останется потом в живых. Например, он Ельцину гарантировал, что он его не будет трогать. И Ельцин ушел себе со спокойной душой. А вот уже кто будет Путину гарантировать, неизвестно. и чем дольше он сидит, по-моему, тем меньше желающих ему что-то гарантировать. И все-таки вас ожидает гражданская война. Хочется вам этого или не хочется, вас это еще все впереди. Конечно, весь мир, я вам скажу, был шокирован тем, как люди встречали Пригожина в Ростове. то есть надо не забывать и мы все это помним, что это убийца и его бандиты это люди, для которых нет ничего это уголовники, люди, для которых нет ничего как бы там как говорится святого или еще чего-то. Люди, которые могли спокойно кувалдой убивать человека на камеру, люди, которые резали головы. Вы не должны обольщаться и думать, что Пригожин это рыцарь такой. Это такой рыцарь, который на белом коне так сказать въедет это я соль разложу. Который на белом коне въедет куда-то там и освободит всех и даст вам счастье. это человек за которым тянется шлейф убийств, которым тянется шлейф преступлений и в Африке и ой, чьешь я слушала недавно интервью а Яценюка у Гордона пойдите послушайте интервью Яценюка. Это потрясающий человек, который рассказывает факты, как он говорит я реалист, ну там желающих пооскорблять Яценюка и повторить какую-то брехливую эту ну то там про стену и так далее все это чепуха, которую люди это все боты боты все время об этом говорят, хотя они вообще не понимают что это такое было и как это было но это понятно это из категории будем говорить про человека гадости так вот он говорит что Пригожин и его это сборище оно воевало мы думаем только Сирия там Украина ага в 30 странах в 30 в 30 странах воевало так останавливаем остановили где крышечка тут у меня имеется посолила кубик положила специи насыпала идем дальше идем дальше идем дальше где тут а вот отмеска сдвигаем сюда соль уже не надо выяжку можно закрыть и в этих 30 странах так мясо мясо ставлю мясо 35 я добавлю еще 5 минут потому что это говяжье мясо 40 минут капуста растушится будет такая во рту таять старт пошли ой как хорошо как интересно так вот этот человек отметился 30 стран убийствами это человек который убивал журналистов в центральной африканской республике ну то есть бандиты даже медведев медведев паш медведев и тот не выдержал и тот сказал что сразу когда это все началось как это медведев так сказать вышел со своим писанием и сказал там когда уже речь зашла о том что они могут захватить ядерное оружие вылез медведев и сказал да неужели вы думали что мы этим бандитам можем разрешить доступ к ядерному оружию то есть он знал что они бандиты герой вы хотите сказать герой Советского Союза герой России он же герой России и остальные там Путин будет награждать орденами и медалями Путин вам рассказал сколько миллиардов ваших денег из ваших карманов сколько ему выделяется на то чтобы ходить и убивать людей убивать везде ничего не производить ничего убивать 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 за деньги за деньги то есть это такая путинская частная военная компания так вот знаете я хочу сказать что у меня на все это кратенько есть свое собственное мнение что это было это чисто мое такое не знаю мне так такое в голову пришло ну все высказывают свое мнение я свое выскажу у меня такое впечатление что между Путиным и Пригожиным произошло по поводу я так понимаю Пригожину надоело биться головой биться головой в бахмуте что толку пользы никакой лучше в Африку пойти и он решил оттуда выйти плюс у него непонимание идет с министром обороны вашим Шойгу кто не знает и Герасимов начальник генерального штаба у них там тоже вот такое вот и я так понимаю очевидно Пригожин ну приблизительно так да он мог поставить Путину какой-то ультиматум какой-то ультиматум то есть либо ты платишь мне больше либо я вот тут уже как бы завоевал этот бахмут я хочу оттуда уйти он же не есть армия воюй своей армией воюй пусть свой Шойгу идет и воюет ну в ответ было ему придумано вот это вот что с 1 июля все должны стать под крылышком под руководство Шойгу стать армией настоящей а бандитам этого не хочется Пригожину тем более он же денег не будет получать денег не будет так он получал ну вы же знаете у вас же тоже это есть информация сколько там нашли у него и паспортов там всяких разных и сколько нашли там и золота и белого порошочка белого порошочка ну потребляет наверное парень этот порошочек и денег понаходили в разных валютах наверное у них произошло какое-то недопонимание у него захотелись какие-то требования наверное он Путину начал какие-то диктовать условия ну а тут не понравилось я так думаю я так думаю ну я так думаю что Пригожин решил попугать его попугать и пошел вот этим вот маршем сначала в Ростов зашел показал он же знает никчемность российской армии которая ему не препятствовала а он так зашел ну ладно может быть они в какой-то степени за своего его приняли я так могу еще подумать что приняли за своего пропустили никто не сопротивлялся тут народ вышел начал брататься я думаю что Пригожин наверное немножко прибалдел от этого я думаю он сам не ожидал такого самое интересное он же дальше маршем не пошел он же остался сидеть в Ростове выяснять все эти дела а люди пошли он их отправил и я думаю когда он увидел как это все легко наверное он не ожидал такого потому что он не знал что делать дальше он же не из этих знаете политиков там которые хотят руководить страной захватить власть ему это не надо ему достаточно вот этого бандитского образования и с этим бандитским образованием ему сыпались деньги ему давали деньги деньги давали на это деньги но человеку надо много денег а Путин тоже не ожидал он не ожидал что тот его так сказать выкормыш которого он так щедро снабжал деньгами вдруг возьмет и такое устроит я думаю вот произошла в какой-то степени растерянность такая потому что и Путин молчал сколько и этот тоже целые сутки так сказать менжевался там в Ростове он же не сразу пошел дальше поэтому каждый из них начал искать как выйти из этого такого положения из этой такой ситуации ну и этому хотелось куда-то уйти Пригожину а Путину хотелось сохранить свою поганую морду лица так сказать изначально так на него и дело уголовное завели потом отказались от этого дела ну в общем товарищи продолжение следует Пригожин куда-то делся там вроде в Белоруссии там и Лукашенко теперь туда завязали в общем все это очень интересно все это очень интересно наблюдаем дальше ну а у меня там тушится все будет очень вкусно вы мне помогали большое вам на этом спасибо ну что там капуста с мясом капуста с мясом надеюсь вы полюбовались моей орхидеечкой все пока увидимся до новых встреч